Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где мы развиваем мышление инвесторов, говорим о богатстве семьи, каким образом формировать свои собственные инвестиционные портфели. И сегодня поговорим о том, как не потерять деньги в текущих условиях, когда очень высокая неопределенность, нестабильность. И что можно сделать, чтобы защитить свой собственный капитал. Обязательно смотрите данное видео до конца. Я думаю, что оно будет для вас очень полезным. Итак, что мы наблюдаем в настоящий момент? Мы наблюдаем вещи, которые никто бы никогда еще не мог предположить даже полтора-два месяца назад в рамках тех санкций, которые наложены на Россию. Возможность вести внешнеэкономическую деятельность, продажу нефти, газа. И действительно, Россия сейчас является лидером по количеству санкций. Более 6 тысяч санкционных мер в отношении России применено. Это практически в два раза больше, чем санкции, наложенные на Иран. И в таких ситуациях, конечно же, у людей возникает вопрос, а что же делать, что будет с экономикой, что будет с долларом, с рублем? Что будет с нашей страной? Эти вопросы я непосредственно раскрою, расскажу о возможностях. Я поделюсь своим собственным мнением, которое ни в коем случае не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, что же делать сейчас обывателям. Самый основной вопрос, вернее, даже самый главный ответ на этот вопрос заключается в том, что не нужно бежать с толпой. То есть стратегия должна быть или встать в стороне от того, куда бежит толпа, или если достаточно знаний, эмоций, мудрости, то посмотреть, что делает толпа и сделать наоборот. Потому что все-таки, что бы там ни говорили, уровень знаний экономических, уровень знаний о финансовой грамотности, он в целом в мире находится на низких значениях, и, конечно же, Россия здесь не является каким-то исключением. Что же делает толпа? Толпа покупает сейчас доллары, ринулась покупать импортные товары. Толпа в ближайшее время ринется туда, чтобы покупать непосредственно недвижимость. Чему, в конечном счете, это может привести? Не поздно ли? То есть, как правило, действия, которые нужно совершать, нужно совершать до того, как может произойти какое-то неприятное, непредвиденное событие. Меня очень много и часто обвиняли на канале, что я говорил о том, что нужно находиться в долларах, что, в принципе, если начнется какая-то глобальная паника, то в первую очередь люди будут бежать в доллары. И это вот фраза, которая сейчас сказана, это не из разряда «я же говорил». Это из разряда того, что действия, которые вы совершаете, они должны стоять впереди того, что делает основная толпа. Когда возникает ситуация хаоса, когда возникает ситуация паники, люди пытаются спасти свои сбережения. То есть, тоже нужно понимать, а что же было до этого, в 2008 году, что происходило в 2014 году, что происходило в 1998 году. То есть, каким образом здесь себя непосредственно вели обыватели. И сделать, соответственно, в противоход. К сожалению, экономика устроена таким образом, что раз в 10 лет у нас происходят какие-то кризисы. Они могут быть глобальными, они могут быть локальными, но, тем не менее, факты ставятся фактом. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы сохранить капитал, не двигайтесь за толпой. То есть, не делайте то, что делает абсолютное большинство. Потому что есть такое понятие «узкое горлышко». То есть, когда все делают какие-то определенные единые действия, есть рыночные законы спроса и предложения. Представьте себе, что вы пришли на рынок, и на рынке одни продавцы. Все продают, никто не покупает. Или наоборот, на рынке только покупателей стоит один продавец. На рынке доллара, да? Все покупатели, стоит один продавец, который может, в принципе, назначать любую цену. Или наоборот, на рынке акций. То есть, все продают, никаких покупателей нет. то есть, соответственно, все хотят избавиться от активов. И в этом случае цена, цена образования такова, что цены на активы снижаются. Чего толпа не делает, да? Сейчас мало кто готов покупать активы. Второе. Мало кто готов сейчас вкладывать в инструменты с фиксированным доходом. То есть, заманить условно людей сейчас, разместить деньги на депозит по 20%, которые еще недавно казались привлекательной доходностью, сейчас становится очень тяжело, да? Потому что люди говорят, зачем мне депозит по 20%, когда доллар на 50% вырос там за 2-3 недели. Лучше я доллары куплю, и дальше таким будет. Соответственно, нужно находиться немножко впереди. Сейчас на рынке очень серьезно ограничены возможности действий. То есть, если вы покупали иностранные компании, вы сейчас, как резидент России, практически не можете это сделать. На российском рынке торговали, покупали акции или облигации. Торги сейчас приостановлены, соответственно, торгов нету. То есть, продать, не продать, не купить активов невозможно. Что бы я делал в такой ситуации, что я, в принципе, делаю в текущей ситуации, это то, что я временно паркую деньги там, если есть какой-то активный доход, если есть доллары, еще часть долларов продается, и я их размещаю с разбивкой на две составляющие. То есть, первая составляющая, это то, что я проинвестирую в ближайшие 2-3 месяца. В любом случае, я это буду инвестировать, потому что уровни цен для меня кажутся привлекательными и в покупке акций, и в покупке облигаций. И поэтому первую половину средств, которые находятся в наличных, я размещаю на рублевых депозитах с возможностью в любой момент забрать без потери процентов. Ставка, скажу сейчас, по таким депозитам составляет порядка 10% годовых. Мне здесь не важна доходность, несмотря на то, что она меньше в 2 раза ставки рефинансирования. Мне здесь важен вопрос ликвидности. Насколько быстро я могу эти денежные средства забрать без потери процентов для того, чтобы, когда рынки откроются и стабилизируются, я мог бы непосредственно купить. Другая половина, она инвестируется, то есть разбивается еще на 3 части и инвестируется на депозит 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца. То есть половина средств, она очень ликвидно размещена с тем, чтобы в любой момент можно было переложиться и купить определенные акции и облигации на российском рынке, почему я расскажу в отдельном видео. Другая половина, она размещается в равных частях на трехмесячных депозитах, потому что банки предлагают ставки краткосрочных депозитов, то есть вы не можете досрочно снять, на короткий промежуток времени до трех месяцев достаточно привлекательными, там от 17 до 25%. И соответственно я частями размещаю, то есть первую половину я буду размещать после стабилизации рынков, это может занять там полтора-два месяца и еще три месяца после того, как я размещу эти денежные средства, я соответственно оставляю на то, что я пока, чтобы защитить денежные средства от рублевой инфляции, я размещаю на краткосрочных депозитах. То есть вот сейчас, на мой взгляд, это оптимальная стратегия, при этом продолжая продавать доллары, да, когда толпа в ажиотаже непосредственно это покупает. Более подробно о том, какие бумаги покупать буду и планирую, когда рынки откроются, почему рынки сейчас не открываются. Рассказываю в своем телеграм-канале, нужно понимать, что сейчас есть риск того, что у нас youtube будет, ну или заблокирован, или какие-то ограничения по этому поводу будет. Поэтому у меня создан отдельный платный телеграм-канал, в котором я даю свое видение на текущую ситуацию, что происходит, почему происходит, какие причины того, что происходит, и самое главное, то есть каким образом могут события развиваться в дальнейшем. Поэтому ссылочка на канал будет под данным видео, если интересно, подписывайтесь, стоимость подписки там не такая высокая по сравнению с той информацией, которую я даю. А также, пока не поздно, подпишитесь на канал, также будут выходить такие оперативные видео. И в следующем видео поговорим, почему же сейчас не открываются биржи, почему центральный банк долго приостанавливает торги на российском рынке ценных бумаг, чтобы у вас непосредственно было понимание, где сейчас концентрированы основные риски. Сегодня мне на этом все. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи, всего вам самого хорошего. Пока-пока.